Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Предлагаем вашему вниманию итоговый выпуск новостей за неделю. Очередной рейс Электрогорска-Зварина был организован местным отделением боевое братство. 8 июля в 17.00 из нашего города на границу с Украиной выехал автобус с гуманитарной помощью. Подробности смотрите далее. Не первый раз Электрогорск отправляет гуманитарный груз на Украину в помощь братскому народу, испытывающему на себе тяготы военного времени. Боевое братство и Электрогорское отделение партии «Единая Россия» организовали несколько пунктов приема медикаментов, продуктов питания, средств личной гигиены в городе. Оповестили соседние города о сборе и времени отправки. Никто не остался в стороне. 8 июля со всех пунктов приема гуманитарную помощь свезли к зданию бывшего исполкома в Электрогорске. Сюда пришел большой пассажирский автобус. В него и погрузили помощь, переданную Одинцовским районом, Воскресенском, Уваровкой, Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво и другими соседями. Товарищ с администрации, он мне, так сказать, тоже закупил медикаментов, инсулин за свои деньги. И вот мы уже сюда отправили, здесь положили в холодильник. Это на прошлой неделе было. Перевезли. Так что ребята отзываются. И сейчас предприниматель Рудь Андрей Вячеславович, он уже оказал помощь, привез сюда беженцам порошки. И сейчас, я буквально сейчас буду разговаривать с Романом, что еще, какие нужны необходимые средства, лишние гигиены, какие-то. Он говорит, я тоже все могу организовать и привезти сюда, именно здесь, в котором беженцы находятся. Водителям Геннадию и Дмитрию предстоит 12-часовая дорога. И обратный маршрут к месту, куда не повезут семьи, вынужденные покинуть родные дома. Вот что вспоминает Дмитрий о прошлом рейсе. Когда вы увидели людей, которых вы забирали, какие были у вас чувства? Я вышел на родственник, а у меня можно пить. А вы? Сок, чипс, сокариков. Геннадий поделился с нами историей о том, как они 23 июня забирали с границы женщины-детей. На территории Украины автобус с беженцами попал под обстрел. Им удалось пересечь границу только тогда, когда ополченцы заняли пограничные позиции, оттеснив украинские войска. Автобус с гуманитарной помощью едет до границы с Украиной в Изварино. Там его разгружают и ждут прибытия автобуса с беженцами с территории Украины. Их сажают в наш автобус и везут туда, где заранее готовится место для проживания женщин и детей. Самое главное, что открытывались люди. Активно несли пачку гречки, кто-то может сахар купить, кто-то еще что-то. То есть в основном это население наше. Обратно планируем привезти где-то 8 семей ополченцев. Естественно, готовы их разместить. За целостность груза можете не сомневаться. Пока есть в России такие люди сильные, смелые, отзывчивые, сомневаться в безопасности здесь нам с вами действительно не стоит. Только разрывается сердце от горечи за тех, кто там за кордоном теряет близких, ждет помощи, плачет от боли. Рейд Госадомтехнадзора по Электрогорску на этой неделе выявил не только отрицательные, но и положительные изменения в городе. Детали в репортаже Татьяны Шивалиной и Дмитрия Летюшова. Не заставили себя ждать результаты предписания, выданного Госадомтехнадзором собственнику магазина на Советской. Территория приведена в порядок, здание покрашено. Остается открытым вопрос, долго ли продержится такая чистота. Берегите ее, электрогорцы. Не только от жителей зависит чистота в городе. Заросли бурьяном дороги от платформы Электрогорск к поликлинике. Частично за покос травы здесь отвечает РЖД, частично город. Хотелось бы, чтобы единственный путь к медицинскому учреждению был более доступен. Особенно для передвижения по нему больных и пожилых людей. Неудобства испытала во вторник 8 июля и другая социальная категория электрогорцев. Мамы, пользующиеся услугами молочной кухни. Ход на молочку загородила строительная техника компании, ведущей работы по благоустройству. Ну, три часа можно нам, или вы как представляете, что дети с коляской пойдут здесь? Ну, в принципе, конечно, неудобства возникают. Неудобства, это просто опасно. У нас 10 часа, можно, наверное, три часа нам сделать, чтобы это окно, чтобы мы могли с детьми здесь ходить. Эта проблема, как оказалось, возникла по причине недоговоренности разных организаций, работающих в одном здании. Компания, заказавшая работу по благоустройству, обещала очистить дорожку ко входу для передвижения родителей с детскими колясками. По просьбе телезрителей, участники рейда посетили территорию у дома номер один на улице Советской. Навалы мусора у контейнерной площадки, открытый люк, представляющий опасность для пешеходов, ничем не одороженная куча песко-соляной смеси, некошенная трава – все эти нарушения должны ликвидировать соответствующие организации. Мы сейчас уточним, чья это контейнерная площадка, ну и дадим указания привести здесь все в порядок. А по поводу люка и песка? Ну, песок тоже будем устанавливать, собственников и люка, и песка, и, соответственно, тоже будем разбираться, давать указания на уборку. Спасибо большое. Спасибо хочется сказать всем, кто поддерживает в городе чистоту и порядок, а также тем, кто их не нарушает. Ведь, как гласит поговорка, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Во вторник, 8 июля, на аллее молодоженов прошел праздник «День семьи, любви и верности». Кто из электрогорцев побил рекорды продолжительности семейной жизни, смотрите в репортаже Анны Шивалиной и Дмитрия Морозова. Всероссийский праздник «День семьи, любви и верности» отметили электрогорцы 8 июня в одном из красивых мест города – у Новой Ротонды на Теплом озере. С семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Она – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество. Без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мир и благоразвитие и прогресса страны. На чем держится семья? Конечно, на любви. Поздравили присутствующих с праздником консультант отдела координации деятельности территориальных органов ЗАГС Главного управления Московской области Дарья Иванцова и заместитель главы города Илья Лялин. Поздравляю вас сегодня от имени администрации города с прекрасным светлым праздником, Днем семьи, любви и верности. Желаю всем крепкого здоровья. На нашем празднике сегодня присутствуют юбиляры, семьи, которые прожили вместе 50-60 лет. Это достойный пример для нашей молодежи, на кого равняться. Эти люди, с которых надо брать пример, они могут многое рассказать о нелегкой жизни совместной. За многолетний супружеский союз, развитие лучших семейных традиций, достойное воспитание детей и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности, благодарственные письма главы городского округа «Электрогорск» и подарки вручили супружеским парам, отметившим золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбы – 50, 55 и 60 лет совместной жизни. Молодому поколению нужно брать с них пример. Несмотря на невзгоды, они сохранили семью и любовь. Ну, один совет – люби друг друга. Жизнь долгая, берешь друг друга. В наше время у нас этому бабушки нас учили. Ну, а что, знаете, я скажу, одно стихотворение такое. Жизнь такая, и шлякать будет, и пороше. Ведь вместе надо жить, прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Праздник сопровождался небольшой концертной программой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Берегите друг друга, цените счастье, храните тепло и любовь в семье. Стали известны члены нового состава общественных палат после регионального переформатирования. Кто стал посредником между властью и жителями города в Электрогорске и как прошло первое заседание общественной палаты 10 июля, смотрите далее. Главная цель переформатирования палат – сделать более продуктивным диалог народа и власти, дать возможность общественности влиять на результативность работы чиновников, коммунальных и других служб города. Новый состав Электрогорской общественной палаты стал известен 10 июля на первом заседании. Члены общественной палаты городского округа Электрогорск, утвержденные губернатором Московской области. Лавиева Елена Антоновна, Артеменко Олеся Александровна, Боронина Вероника Евгеньевна, Булатова Светлана Федоровна, Сырова Анастасия Николаевна, Черналов Егор Николаевич и Чеснен Алексей Викторович. Члены общественной палаты городского округа Электрогорск, утвержденные Советом депутатов. Бубинова Ольга Валентиновна, Бронникова Вера Михайловна, Лукьяна Владимир Сергеевич, Мелечкина Татьяна Ивановна, Орехова Дина Вячеславовна, Репина Татьяна Васильевна, Трофименко Людмила Николаевна. И члены Общественной палаты Гуарского округа Литрогорск, утвержденные Общественной палатой Московской области. Олавьев Александр Михайлович, Андреева Ольга Юрьевна, Грязнов Павел Олегович, Королев Владимир Григорьевич, Носов Игорь Вячеславович, Пушкарева Елена Васильевна и Сурова Лилия Валентиновна. Я еще раз поздравляю и от имени правительства Московской области, главе городского округа Литрогорск, дано поручение вручить вам персональные поздравления с назначением, с утверждением вас членами Общественной палаты Гуарского округа Литрогорск. Каждый из них получил поздравительное письмо и пожелание плодотворной работы. Председательствовала на первом заседании Татьяна Мелечкина, которая руководила рабочей группой во время процесса переформатирования палаты. Члены палаты единогласно избрали председателя Ольгу Валентиновну Бобинову. Она была председателем прошлого состава и следующие три года будет возглавлять нынешнюю палату из 21 человека. Избрали заместителей председателя Татьяну Мелечкину и Светлану Булатову. Соответственно, с направлениями работы членов палаты избрали три комиссии. К следующему заседанию, которое должно состояться приблизительно через месяц, члены палаты должны изучить регламент, подготовить предложения по созданию кодекса этики и сайта палаты. О новшествах работы Общественной палаты после переформатирования нам рассказала председатель Ольга Бобинова. После каждого заседания рабочей группы ранее мы писали просто протокол, а теперь пишется не просто протокол, а пишется еще и постановление. Это постановление и протокол вывешивается на сайт Общественной палаты. Впервые здесь будет такое, что будет создана комиссия по этике. Эта комиссия по этике будет создавать или перерабатывать закон этики, который был ранее в палате. И он должен быть представлен в Московскую область не позднее, чем через 90 дней после сегодняшнего заседания. Надеемся, что какие-то подвижки будут, потому что Общественная палата сейчас наделена и новыми полномочиями. Это в частности общественный контроль, которого в принципе не было раньше. И это работа, более плотная работа с властью и с предприятиями, городскими предприятиями. Поэтому я надеюсь, по крайней мере надеюсь очень, что новый состав Общественной палаты, это как раз может быть промежуточным звеном между жителями города и властью. Работа по-новому предусматривает активность всех членов ОП. Заинтересованность каждого в том, чтобы жизнь электрогорцев становилась качественнее, интереснее и достойней. Как прошли выездные игры наших команд, а также результаты матча на городском стадионе в рубрике «Спорт». 5 июля на городском стадионе «Электрогорска» прошла игра первенства Московской области по футболу среди взрослых команд. В девятом туре футбольная команда «Вымпел» встречалась с футбольной командой «Кристалл». Матч закончился ничью. Счет 1-1. 6 июля на городском стадионе имени Классона команда «Дюз Швымпел» проводила игру первенства Павла Посадского района по футболу среди взрослых команд первой группы. Команда «Дюз Швымпел» со счетом 2-0 выиграла у команды «Кузницы». В этот же день команда «Элемет» выезжала на игру первенства Павла Посадского района по футболу среди взрослых команд первой группы в город Павловский Посад, где встретилась с командой «Есон». Матч закончился со счетом 1-2 в пользу нашей команды. 3 июля на городском стадионе команда «Ветеран» проводила игру первенства Московской области по футболу среди ветеранов. Со счетом 1-3 команда «Ветеран» уступила команде «Кристалл». 2 июля команда «Дюз Швымпел» выезжала в город Павловский Посад на игру первенства Павла Посадского района по футболу среди юношей 2003-2005 годов рождения. Игра прошла на стадионе «Спартак». Команда «Дюз Швымпел» выиграла у команды «Надежда». Счет 0-2. 4 июля команда «Дюз Швымпел» выезжала в город Павловский Посад на игру первенства Павловского района по футболу среди юношей 1997-2005 годов рождения. Игра состоялась на стадионе «Ленский». Матч закончился со счетом 5-3. Победу одержала команда «Надежда». И в завершении прогноз погоды на выходные от Гесметио. В субботу 12 июля в Электрогорске ясно, ночью плюс 13, днем до 23 градусов тепла. Ветер восточно, умеренный, атмосферное давление в норме. В воскресенье 13 июля ночью плюс 14, днем солнечно, до 25 градусов тепла. Ветер 2-3 метра в секунду. Хорошая погода, хорошие выходные. Всем отличного настроения и приятного отдыха. Далее вас ждет творческая рубрика «Музыкальная мозаика». С вами была Ольга Костина. Увидимся на ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова